это моя границка она была такой 15 лет назад или 14 2007 год фотографии сейчас помню вот поддерживал я с помощью поддерживал я крупный вкус и обогащал перекупщиков они шли дешевки у меня культурные яблоки шли по 50 рублей ведро не так давно было 2007 года после 2008 10 до 15 до не так давно вот 50 рублей ведро вот такие а нет это было у всех вокруг у них были эти самые белые налево не были ранец культура у меня были вот эти мои шли по 70 рублей а почему я говорю сейчас поймете две причины первое я сюда внедрил несколько веток и они подносили просто это самое как сказать не догадался с другой стороны стей может вот это с другого дерева то есть другой но в общем неважно главное что крупность самой ранец и поддерживалась генами крупноплодных поняли мошенничество как там дальше было ложь пожалуйста сделайте это это знак примирения закажите у нее кости я дарю из этого момента я большого числа генами вот и вот так поддерживалась это тенге за все которые снова написали наука а это уже наука меня обеспечила 30 лет крупные крупные плоды видите а почему я вспомнил этих самых перекупщиков ну то есть скупали и увозили краснодарский край в север возили темирской области иркутск возили и птуму вот жили у меня я пригрел жалко мужики приедут деревню у каждого уже моих только там каждом десятки этих ветер у каждого было только моих плодов и представляете до севать кабине вот вам летняя кухня вот вам чай кофе ну я по натуре такой я в жизни одного человека голодным не оставил у меня кстати пусть это философский вопрос приезжает как-то свекров к моей сестре которая вышла замуж еще в норильске ну кой же прихожу в гости вот а сестра моя карта знать какой пришло такая вот так сидит я даже не ожидал и молчит это потом робко саш валера кушать будешь свекров открывает свой не маленький рот запомни невестка на все оставшую жизнь никогда не у одного гостя знакомый не знакомый брат не брат не спрашивай хочешь есть или нет или на кухню доставай все что холодильник а мы тогда были молодые я тоже учился на ходу и с тех пор и до сих пор для меня это было как сказать на путь все на все сажать вспомните кто-нибудь кого не накормил вот так недавно был один случай тут особый случай вот когда чеку просто не не до еда это бывает но редко обычно дальние дороги хотят кушать и вот так же было со скупщиками я их избаловал я говорю едем туда-то подвозил там 100 ведер тут 50 тут 150 в одном саду было 200 видят том числе и с моисадцевых перевозят и один уже рефрижератор купил чтобы расширить чтобы я абрикосы и слива не в пользу махом и тут пришла смерть нету теперь тишина и этих сотен ведер нету все соседи но они все калечили деревья самый главный сад наш это была гордость красного хутора я поначалу к нему отношения не имел я когда она пришла ко мне виталера мне нужно санкции куда тебе у тебя там штук 30 только яблони у тебя яблоку негде упасть уже все в яблоком вот да нет сад погиб не вы засаживаете ну как по старинке и раньше она мне лук морковку свекло и садится на лук морковку свекло и все довольны как погиб прихожу она выписывала приусадебное хозяйство сибирские два газеты не буду назвать какие они мне печатали у меня осталась добрая память но когда в газете пишут отрежем все лишнее они с мужем она постарется начали берут а я смотрю а у нету газеты и журнала нету я скучаю а там еще моя статья а я же аж подпрыгивай на печатели не печатали не знаю вот еще этих не было мобильников пока не увижу в газету вот и вот эти статьи отрежу все лишнее они отрезали с мужем все лишнее сад полностью погиб а у не было а мне же классно битых 300 медик куда вы деваете коров кормим а и вот эти советы дебильных коров лишили яблок наверное их молоком было вкусно пахло яблоки ну как я рассказываю я по-другому не могу инфекция взялась конечно средняя азия а надзора отдыхают вот только вид делал что надзирают как пропустили одно могло быть только полный запрет чё толку вести с этого узбекистана ты же кстати они вся тысяча гибнет тысячу посадили еще тысяча гибнет 10 тысяч посадили действий а люди же деньги дают свои и ладно бы и люди сами бы вот если бы она не было бы постарется у него был бы целый сад это еще до той страшной болезни эпидемии они погубили свой сад все подрезали чертой матери а тут сорок раз и мороз все и сада нет и вот получаю все такое невежество бог с ним с надзорами пусть отдыхает вот каждый человек должен это знать